Главный кошмар каждого, кто только собирается или уже взял ипотеку, вдруг зарплату урежет или вообще сократят. Чем тогда платить? Что будет с квартирой? Ну что будет с квартирой, это понятно, да? Не будешь платить, банк заберет в счет погашения кредита, вот и все. Но теперь этот кошмар должен стать менее пугающим, менее реальным. Для россиян хотят вести кредитные каникулы. И многим они могут понадобиться? Банкиры, конечно, надеются, что нет. Немногим объем просроченных ипотечных займов в стране действительно невелик, составляет чуть больше 1%, и это в 5 раз меньше, чем доля просрочки по всем остальным видам кредитов. Но никто, конечно, не может гарантировать, что экономическая ситуация не изменится резко, что компаниям не придется, например, сокращать сотрудников. Да, уже сейчас истории, как люди еле сводят концы с концами, чтобы выплатить кредит, немало, вот одна из них. Очень тяжелый период, когда мы погрязли в кредитах. На самом деле это происходит, мне кажется, очень быстро и неосознанно, потому что ты берешь один кредит, тебе кажется, ты очень быстро закроешь, но так не получается. Ты берешь второй кредит, кредитные карты, чтобы перекрыть первый кредит. И, как всегда, по закону случая, как говорится, что случается с работой. Так и произошло у нас. К сожалению, наступил кризис в моем бизнесе, у мужа с работой случился тоже спад, а кредиты все давили и давили. В какой-то момент мы поняли, что когда подходит день выплаты кредита, у нас не то, что его не о чем платить, а не на что даже купить продукты, не на что кормить детей и самим кушать. В общем, это был очень тяжелый период, звонки коллекторов, звонки банков, просто не то, что ежедневные, а по сто раз в день, а банки еще это делают, коллектор, точнее, это еще делают с угрозами и так далее. Поэтому, конечно, этот период был очень сложный. И вот сегодня в Госдуму внесли законопроект, он касается каникул для ипотечников. Давать заемщикам такой льготный период предложил Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию. Предлагается, что в течение полугода, вернее, на срок до полугода банки не будут применять санкции за неуплату по долгу или обращать взыскание на жилье. Теперь о самом важном. Кто сможет рассчитывать на эти каникулы? Субтитры создавал DimaTorzok Мера своевременная. По данным ЦБ, в прошлом году больше половины всех жалоб граждан по вопросам ипотеки как раз-таки касались невозможности исполнять обязательства по договору. Кому-то отсрочка на полгода, возможно, позволит такие проблемы решить. Возможно, но какие подводные камни могут быть у этих каникул и не приведут ли они в итоге к удорожанию кредита? Обсудим это с экспертом. К нам в студии присоединяется Татьяна Ушкова, председатель правления Абсолютбанка. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, добрый вечер. Давай. Спасибо, что пришли. Давайте сразу начнем с самого такого спорного вопроса. Вот эта схема, когда после каникул, предоставленных заемщик, возвращается к прежнему графику выплат, но сам кредит увеличивается в итоге на вот эти каникулы, и те средства, которые... Вы меня поправляйте сразу, если я что-то не так поняла. Те средства, которые не заплатил во время каникул, они переносятся на конец кредита, да? Вот такая схема, чисто математически, она не сделает кредит дороже. Ну, на самом деле, эта отсрочка по физическому лицу очень нужна, потому что во время длинного ипотечного кредита возможно попасть в тяжелую ситуацию, или потерять работу, или менять работу. Поэтому эта возможность искать работу в этот момент, а не придумать, как оплатить кредит. Поэтому она экономически оправдана и для банка, и для заемщика. То, что сумма долго увеличится, конечно, это каникулы, это отсрочка платежа, или перенос его равномерными платежами на весь срок кредита, или в конец срока, или увеличение еще на один год, там, или полгода. То есть это увеличение срока кредита? Это выбор уже будет клиента. Как поступить ему с этим отложенным платежом? Он может его растянуть маленькими частями на весь срок кредита, может увеличить срок кредита, а может положить это в конец окончания кредита. Ну, к тому, чтобы все понимали, что это не просто такие подаренные полгода. Нет, нет, нет. За эти полгода тоже придется заплатить чуть больше. Все правильно понимали, что это именно каникулы. Это не прощение долга, это не снижение процентов. Это временная отсрочка. Это временная отсрочка. Или снижение долговой нагрузки. Клиент может выбрать комфортный ему платеж, сколько он может в этот, или совсем отказаться на это время от платежа, но это просто отложенный платеж. Ну и все-таки, я хочу от вас услышать какую-то цифру, если это уже возможно ее назвать. Насколько в процентах это повысит ставку? Насколько там это увеличит сумму кредита? Можно об этом говорить? Нет, на самом деле процентная ставка будет меньше 0,03%, поэтому это будет незначительное увеличение, потому что, как вы знаете, средний срок кредита от 12 до 15 лет, поэтому это глобально не повлияет. Менее 1% будет увеличение суммы. Банкам как придется к этому меняться, к этому приспосабливаться, к вот этой новой норме? Например, придется ли норма резервирования под ипотеку менять? Нет, смотрите, все банки, которые уже давно, как и Абсолютбанк, занимаются ипотечным кредитованием, в принципе, у нас в продукте реструктуризации уже были предусмотрены каникулы. Технически мы к этому готовы. То, что это сейчас закрепится в законе, на самом деле это правило цивилизованного рынка. Во всем мире ипотечные каникулы, стандарт, уже в стандартах ипотеки есть. Мы просто приближаемся к мировым стандартам ипотеки. Поэтому нет, банки переживут нормы. Норма резервирования не изменится. Нет, не изменится. Это не повлияет ни на кредитную историю клиента, надо это понимать, у клиента останется хорошая кредитная история, и у нас не изменится норма резервирования. Единственное, что банки, конечно, недополучат прибыль, которую они запланировали в этом году, если каникулы будут массовым явлением. Вот. Да. Ну, то есть это все-таки может создать гипотетические проблемы для банков. Отложенная прибыль. Это будет отложенная прибыль. Прибыль, не проблема, это просто отложенная прибыль в периоде. Он ее получит, но только отложенный на полгода. Это же скажется на оперативной деятельности банка, как на операционной вот в этом году. Ну, на самом деле, вы знаете, мы... Вы же увидели, кто этим воспользуется. Во-первых, это те клиенты, которые только вновь заключили после вступления в СИО закон, поэтому банки уже рассчитают следующий финансовый год с учетом этого нововведения. И второе, на самом деле, в ипотечном кредитовании главное, чтобы клиент сохранился в графике, а не получить прибыль здесь и сейчас. Потому что все судебные... Если мы, клиент, выпадает из графика, и мы начинаем с ним процесс взыскания, это очень длинные сроки и неприятные действия для обоих сторон. Поэтому на самом деле, так как все будут подготовиться, закон не будет иметь действия на прошлые ипотечные партнеры. Вы же должны закладывать риски, правильно? Мы должны закладывать правильно финансовую модель получения доходов. Вероятность, какой процент клиентов, по нашему мнению, воспользуется этими каникулами. Мы считаем, что это не более 3% клиентов. Не более 3%? Не более 3%. Но это при условии относительно стабильности макроэкономики. Если макроэкономика останется вот как сейчас. Самый пессимистичный сценарий. Да. Вот как сейчас, если доходы населения прекратят падать и сохранятся на уровне 2018 года. Оптимистичный сценарий, скажем так. Но если сейчас просрочка по ипотеке 1,2 составляет, то получается, вы ее еще в два раза удваиваете на всякий случай. Да. Если вы допускаете, что не более 3%. Да, да, да. Хорошо. Я смотрю, вы вообще как банкир достаточно оптимистично воспринимаете вот этот закон и проект. Я на самом деле считаю, что мы с клиентами должны разговаривать не с позицией, что мы профессиональные и мы в договоре сильны, чтобы мы здесь разговаривали на равных правах. Потому что, когда заемщик попал в тяжелую ситуацию, если ему еще придется доказывать и банку свою позицию, это тяжелее. Ему придется доказывать. Ему сейчас не придется. Смотрите, у него будет закреплено законодательно, что он имеет право один раз в момент заключения ипотеки воспользоваться этим правом. Ему надо единственное, что доказать, что это потери работы, уменьшение. Что есть тяжелая жизненная ситуация, конечно. Ибо снижение, например, официального заработка более чем на 30%. Да, ипотечные кредиты, напомню вам, практически все выдаются, конечно, клиентам, которые имеют официальный доход. Да, то есть тут на самом деле подтверждение очень... Я знаю, что, например, ипэшникам очень неохотно выдается ипотека, это ни для кого не секрет. Вот как раз хотел спросить, ипэшнику не составляет труда себе снизить зарплату на 40% за 5%. Ипотечные заемщики, они и так достаточно надежные на 50 минут, он может это сделать. То есть вы уже как бы перестраховались от вот таких мошенничеств? Да, на самом деле практически первые, кто этим будут воспользоваться, это люди, которые получали кредит со справкой 2НДФЛ, подтвержденным, или дали нам право сходить в пенсионный фонд через личный кабинет и получить подтверждение, что он получает официальные доходы. Таким образом, мы презумируем, что ипотечные заемщики они и так достаточно надежные заемщики, да, и поэтому риск того, что вот они будут часто пользоваться вот таким правом, он как бы нивелируется тем самым. Мы считаем, что риск нивелируется. И второе, все-таки я считаю, что мы даже к ипотеке, к продукту привлечем и консервативных заемщиков, которые не заходят в этот продукт, потому что считают, что там много риска. Это фобия. Нет, это действительно фобия. Правда, психологически страшно брать. Я считаю, что, на самом деле, вот эта новелла, которая сейчас будет внесена, очень многих приблизит к сделке. То есть мы даем им право, которое раньше не было. Я считаю, что это не только... Ну, как, опять же, раньше не было права. Любой банк, выдающий ипотеку, всегда декларировал, мы всегда идем навстречу заемщикам, а там готовы реструктуризацию, отсрочку платежей, снижение платежей и так далее. Было сложнее все сделать. Но все-таки на усмотрение банка всегда оставалась оговорка на усмотрение кредитной организации. А сейчас банки будут обязаны? Обязаны включить в кредитный договор этот пункт. Да, и у клиента есть право законодательно, и уже вынесен законопроект, как сегодня вчера было. Он пока внесен. Еще не внесен. Да, пока внесен. Но мы видим, как законопроекты, которые... По поручению президента. Не по поручению президента я все-таки считаю, что ипотечный продукт, это такой социальный продукт, которым заинтересованы все. Нет, и президент обратил на это дополнительное внимание. Да. Я согласна с вами, что, скорее всего, очень быстро примут. Да. Меньшей минуткой у нас очень коротко, пожалуйста, еще раз про Владимира Путина вспомним. Да, он опять сказал, что надо ставки до 8% снижать по ипотеке. В ЦБ тут же поторопились заявить, допускаем мы переход к снижению ключевой ставки уже в этом году, хотя вот еще недавно не допускали. Вы согласны с тем, что в нынешних условиях это а, возможно, и б, необходимо? А, ипотечная ставка двигается ровно за ключевой ставкой. Как только ключевая ставка, вы знаете, в марте будет заседание, анонсируется, что прошли вниз, через месяц ипотечные все банки, кто занимается ипотекой профессионально, среагируют на это. Разрез, а конъюнктуре вообще идет и трендом? На самом деле мы сейчас понимаем, что все-таки ключевая ставка является ставкой стоимости пассивов, и поэтому она является законодателем тренда. Если мы увидим снижение ставки рефинансирования, мы увидим снижение. Если мы увидим, что она останется на прежнем уровне, мы останемся в ставках выше 10%. Герман Греф как раз уверен, что в этом году ипотека вряд ли подешевеет. В следующем возможно. Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Ушкова, председатель правления Абсолютбанка в программе «Что это значит на РБК?» Спасибо. Спасибо большое. Хорошего вечера. Спасибо.